Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хочу представить вам случай инфаркта миокарда на фоне коронавирусной инфекции. Пациентка, женщина, 91 год, поступила в госпиталь ветеранов 14 ноября 2021 года. При поступлении предъявляла жалобу на дышку при умеренной физической нагрузке, анасмею, дисгерзею, снижение аппетита, однократную рвоту. После приема фавиперавира считает себя больной с 7 ноября, когда отметила впервые появление слабости, кашля, изменение обоняния. Осмотрен участковым терапевтом 11 ноября, взят на зафарингеальный мазок на коронавирус, он оказался положительным, была предпринята повторная попытка дать препарат коронавир, развилась рвота на фоне приема, и пациентку решили госпитализировать в госпиталь ветеранов ФОИН. Приема покоя сделана МСКТ, инфильтративных изменений легких на момент исследования не выявлено. Из анамнеза, со слов пациентки, выявлено, что страдает гипертоническая болезнь очень длительно, ишемическая болезнь, и мочекаменная болезнь, по поводу чего была проведена даже нефректомия правой почки. Пациентка госпитализирована в отделении с диагнозом новой коронавирусной инфекцией легкая форма, сопутствующая патология артериальной гипертонизии, ишемическая болезнь сердца, 3-й функциональный класс ХСН, 2-й функциональный класс 2. По ЭКГ за 14-е число синусово ритм с частотой 70 ударов в минуту, умеренное изменение процессов реполяризации высоких боковых отделов. ЭКГ 15-го без особой тоже динамики. С 16-го числа отмечается ухудшение в состоянии, слабость, повышение температуры до 38, небольшое снижение сатурации, в связи с чем подсоединена была кислородотерапия потоком 5 литров в минуту, повторно проведенном СКТ, где уже выявлены изменения, характерные для вирусной пневмонии, КТ-1, то есть объем поражения правого легкого 25%, левого тоже 25%, увеличение медиастональных лимфоузлов в двусторонний малый гидроторакс, малый гидроперикард. Проведен консилиум пациентки дополнительно к антикоаккулянтной этиотропной терапии орбидолом. Был добавлен дексаметазон в небольших дозах и упреждающая терапия тофоцетенибом. Значит, с обеда 17-го числа появляются жалобы на ощущение трепыхания в груди. Сделано ЭКГ в 15-47, позафиксирован пароксинг в фибрилляции предсердий от 120 до 130 ударов в минуту. Труп-тест все вот эти дни остается отрицательным, 15-17. Значит, это кардиограмма, где зафиксирован пароксизм. Значит, лечащим врачом проведена коррекция электролитных нарушений, увеличена доза бисопроволов до 2,5 мг, коррекция антикоаккулянтной терапии проведена. Ритм не восстановлен, но отмечалось урежение частоты в динамике до 78. Пациентка оставлена под наблюдение дежурного доктора. На вечернем обходе дежурный доктор констатирует факт восстановления синусового ритма клинически. Труп-тест отрицательный. Лечение продолжается по процедурному листу. 18 ноября состояние пациентки оставалось относительно стабильным. Значит, по ЭХЭКГ выявлена выраженная дилетация левых отделов, левого предсердия, фракция выброса сохранной 61 по Тейхольцу и дегенеративные изменения аортального клапана с признаками сочетанного стеноза, ось своего порога аортального клапана, критический стеноз, значит, градиент давления на аортальном клапане 54, площадь 0,63 см2 и недостаточность метрального клапана второй степени. Ухудшение состояния в ночь на 19-е, значит, выраженная дышка в покое, падение сатурации до 80, ангенозные боли отрицают. Осмотрено совместно дежурным врачом и реаниматологом, взят еще раз труп-тест, труп-тест отрицательный, пациентка переводится в ПРИД, на мониторе пароксизм, фибрилляции предсердий, значит, проводится терапия антиаритмическая кардарона, утром сделано ЭКГ уже аппаратом, пароксизм наджелудочковой тахикардии с частотой от 120 до 167, сохраняется нарушение ритма по типу фибрилляции, и снижение амплитуды зубца Р, В1, В3, увеличение амплитуды зубца К в отведениях В4, В6, отмечается подъем сегмента ИСТ в отведениях В2, В4. Значит, признаки острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ИСТ. Значит, вот эта кардиограммка. Значит, принято решение отправить пациентку к кардиологу в областную больницу, значит, телеконсультацию. Значит, пациент консультирован на основании представленных данных, учитывая, что нет ангинозных болей, выраженная фибрилляция, отрицательный троп-тест, нет изменений по эхо, диагноз не подтвержден, рекомендовано лечение, восстановление ритма сердца. Пациентка продолжает наблюдение в условиях реанимации. В 11.40 делается повторно кардиограмма, где подтверждается изменение, характерное для острого коронарного синдрома. Пациентка осмотрена, вот эта кардиограммка, пациентка осмотрена, троп-тест остается отрицательным с утра, пациентка осмотрена кардиологом госпитальным, и, учитывая клинику, динамику ЭКГ, троп-тест, который пришел положительный, из диагностического центра уже количественный. Диагноз выставлен острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ, фибрилляция предсердия, дегенеративный порог артального клапана, артальный стеноз тяжелой степени, артериальная гипертензия, новая коронавирусная инфекция. Коллегиально принято было решение проведения тромбоэлитической терапии, тромболизис был проведен препаратом актилизы, и назначена терапия инфаркта миокарды, это антикоагулянтная терапия тройная, это гепарин, клопидогрель, аспирин, бисопролол с коррекцией дозы от 2,5 до 5, лазартан, верошпирон, и подключены статины, так как ранее больная не получала, статины были даны в небольшой дозе, учитывая почечную функцию, то есть 20 миллиграмм. Это схемка, которая была применена у пациентки актилизы. Значит, в 3 часа была сделана повторная ЭКГ для оценки эффекта тромбоэлитической терапии, и пациентка с данными ЭКГ, данными трут-теста, что он положительный, была повторно отправлена на консультацию к кардиологам в областную больницу в плане определения дальнейшей маршрутизации и тактики ведения больной. Значит, в областной больнице пациентка была обсуждена с заведующей отделением кардиологии ПИД для больных с ОКС Хромцовой Натальей Александровной, и учитывая по ЭКГ критериям эффективную проведенную тромбоэлитическую терапию, отсутствие болевого синдрома, лечение продолжить в условиях госпиталя, а также учитывая наличие критического ортального стеноза, возраст, предполагается, что у пациентки многососудистые поражения коронарного русла, экстренные ЧКВ в настоящее время не показаны, и пациентка продолжила лечение в условиях госпиталя ветеранов. Значит, это кардиограммка за 20 число, где идет динамика острого инфаркта, аммиокарда с подъемом СТ. 22 числа тоже кардиограммочка без динамики. 22-го был сделан эхоконтроль, где уже отмечается снижение фракций выброса по Тейхольцу до 47, по Симсону до 41, а кинез передней стеночки, переднеперегородочных сегментов, верхушечных сегментов, то есть динамика отрицательная. Больная наблюдается, проводится антиаритмическая терапия, то есть бисопролол с ордороном, внутривенным ведением, метаблитированным ведением. К сожалению, без эффекта нарастает сердечно-легочная недостаточность, урамия. И 23-го ноября в 17.35 уже дежурным анестезиологам констатируется биологическая смерть. Посмертный диагноз пациентки это новая коронавирусная инфекция, тяжелая форма, двусторонняя интерстициальная вирусно-бактериальная пневмония, потому что нарастали все показатели астрофазовая, ферритин, прокальцитонин, дедимер, значит, выставлен гиперкогуляционный синдром тела, отек легких, отек головного мозга. Конкурирующим выставлен диагноз ИБС-острый инфаркт миокарда передней перегородочной боковой области с подъемом сегмента СТ от 19.11.2021 года, госпитальный тромболизис, актелизы 100 мг от 19-го, эффективный по ЭКГ критериям, персистирующая фибрилляция, тахиформа, дегенеративно-ортальный стеноз с градиентом 54 мм рт. ст. ХСН-2, функциональный кластриз со сниженной фракцией выброса, гипертоническая болезнь, контролируемое течение, алиментарно-конституциональное ожирение, анемия легкой степени, и мочекаменная болезнь, единственная левая почка, ХБП-3Б. Какое можно сделать заключение? При оказании помощи таким пациентам с острым коронарным синдромом в сочетании с COVID-инфекцией или при подозрении на коронавирусную инфекцию, следует придерживаться следующих клинических рекомендаций по диагностике и лечению таких пациентов и по маршрутизации и медикаментозной терапии. Обязательно необходимо учитывать значимость межлекарственных взаимодействий при одновременном воздействии противовирусных препаратов со статинами, антиагрегантами, параиральными антикоагулянтами. Однако в настоящее время данная проблема изучена еще недостаточно для обоснования каких-то практических рекомендаций. Медикаментозная терапия при ОКС с подъемом сегмента СТ в качестве оптимального метода реперфузионной терапии в ранние сроки заболевания следует, конечно, рассматривать проведение первичного чрезкожного вмешательства. Если возможна своевременная транспортировка пациента в инвазивный стационар, то есть это первые 12 часов. Рекомендуется продолжать прием статинов, если они были уже назначены. Если не были назначены, то рассматривается вопрос о назначении при отсутствии противопоказаний при терапии с статинами. Аторостатин назначается в дозе 40 мг, а розовостатин в дозе 20 мг. В терапии антагонистами кальция нет доказательств того, что антагонисты кальция могут использоваться в лечении. Учитывая, что препараты увеличивают экспрессию или активность ангиотензин превращающего в ферменты, поэтому они могут использоваться в лечении пациентов с COVID. Бета-адреноблокаторы при отсутствии гипоксии бронхиального спазма. Возможно использование при отсутствии выраженной гипоксии бронхиального спазма. При необходимости назначения ингибитора P2Y12 препаратом выбора является Парасугрелл. В случае наличия противопоказаний к его использованию могут назначаться другие препараты данного класса при условии контроля функциональной активности тромбоцитов. Тромбоэлитическую терапию необходимо рассматривать как в данном случае при невозможности своевременной транспортировки пациента с острым коронарным синдромом подъемом СТ в инвазивный стационар или при ограниченности ресурсов ЧКВ-центра, в том числе невозможности безопасно выполнить вмешательство в рекомендуемые сроки пациенту с подтвержденной коронавирусной инфекцией или его высокой вероятностью. Ограниченные возможности выполнения первичных чрезкожных вмешательств инвазивным стационарами в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации следует рассматривать как основное при расширении использования тромбоэлитической терапии на догоспитальном этапе. Спасибо за внимание!